Йошкарт. Такое название получил новый экскурсионный маршрут по арт-объектам, украсившим Марийскую столицу за последнее время. Туристко-информационный центр Йошкаралы предлагает всем желающим прогуляться по городским улицам и узнать историю возникновения граффити на стенах некоторых зданий. Первую тестовую экскурсию посетила и наша съемочная группа. Теперь и трансформаторные подстанции Йошкаралы стали достопримечательностью столицы. Внимание жителей и гостей города эти объекты заслужили благодаря проекту «Краски города», который превратил серое и невзрачное здание в настоящие изюминки во дворах столицы. Первый яркий объект под названием «Времена года» появился в конце июня на улице Пушкина. Затем такие украшения стали появляться и в других районах столицы. К середине августа все семь арт-объектов были завершены. За красивыми картинками труд более 40 любителей уличного искусства. Многие из них до начала проекта ни разу не держали в руках баллончика с краской. Но под руководством опытного графитчика авторы и вдохновители проекта Ильи Белова освоили стрит-арт и азы рисования спреем. Из семи настенных рисунков три посвящены национальной тематике. Для их создания молодым художникам пришлось обратиться за помощью не только к литературным источникам, но и к опытным марийским живописцам. Изначально планировалась просто девушка, без каких-либо замыслов девушка и элементов природы. Но в процессе эскиз очень сильно поменялся. Мы убрали какие-то орнаменты с фона и упростили эскиз. В итоге привели это к тому, что здесь вообще изображена сереброзубая помпалчика. Изучили сказку. Там как раз силы природы старались помочь девушке избежать свадьбы с сыном черного водяного. Когда 400 квадратных метров серых кирпичных стен были залиты разноцветными красками, у авторов проекта возникла мысль – показать свою работу гостям столицы. В Туристко-информационном центре Ишкаралы поддержали инициативу, разработав маршрут по четырем наиболее значимым арт-объектам. Первая тестовая экскурсия собрала немного желающих, но отзывы только положительные. Ну, очень интересный проект. Действительно, придумали. Молодцы вот это. Ну, а потом посмотрим, как что будет дальше. Серебряно-зубая, да, там, конечно, интересно. Тем более, разговаривают объемные. Надо будет прийти поближе посмотреть. Практически вырос в этом городе, живу. И все, что в городе связано с городом, все интересно. Во-вторых, мы были в Боровске, там есть Овчинников такой, Владимир, который тоже много-много-много разрисовал купеческих домов бытовых. Поэтому, как думал, в нашем городе это будет отражено, будет какая тематика. Там исторический город, старинный, староверческий. Думаю, что у нас покажут. То, что это интересно, однозначно. Что-то нужно, это однозначно. Так что, так держать. Организаторов экскурсии порадовало, что современным искусством заинтересовались жители столицы солидного возраста. Однако, в числе экскурсантов им хотелось бы видеть и молодежь. Прошла на оценку хорошо, потому что есть все равно свои недочеты, которые мы будем исправлять, над которыми будем работать. Хочется также, возможно, в некоторых местах его видоизменить слегка. Но, по сути, маршрут, он сильно не изменится, будет таким же. И мы будем комбинировать объекты. То есть, помимо граффити с граффита, люди будут знакомиться с историческими зданиями, с объектами, которые будут появляться на пути движения этого маршрута. В планах у организаторов полуторачасовой экскурсии Йошкарт дополнить её радиогидом с наушником, чтобы туристы могли усвоить как можно больше информации о столице Мариэл, в которой современное изобразительное искусство тесно переплетается с культурой и историей народа.